всем привет остановлюсь на ferrari а почему ferrari в какой-то момент я искал какие-то компании которые возможно стоят точечно там на небольшую позицию докупить портфель попал случайно на ferrari открыл годовой отчет за двадцатый год посмотрел в принципе растущая выручка может быть не такими темпами растет прибыль но опять же растущая все равно хорошая долговая нагрузка то есть компания стабильно она мне понравилась я посмотрел график акции смотрю что компания как там с конца двадцатого даже упала безусловно это было на чем-то основано я понимал что ну явно основание на показателях копать эту информацию я не стал посмотрел тут же какие цены там а именно акций там форда джема смотрю гопанули просто бешено и я подумал ну на один процент ferrari надо зайти потому что но может сейчас плохо но что-то отрасль взбесилась выросла возможно ferrari догонит и вот я купил не помню какое количество акций но на данный момент один процент от портфеля и сейчас почему-то стал задумываться они рассмотреть ли мне эту компанию на какой-то долгосрок может быть даже усреднить и до сделать это буквально такой своей инвестиционной идеей и я решил посмотреть компанию несколько глубже то есть мы всегда безусловно анализируем либо сверху вниз от отрасли и выбираем какие-то компании выбираем лучше либо вот снизу вверх вот но так или иначе мы приходим конечно первично к отрасли то есть как она себя чувствует что себя представляет и здесь вот что у меня что у любого такого не знаю мелкого частного инвестора ну и там даже может быть трейдера нет возможности действительно глубоко проанализировать отрасль в этом действительно преимущество таких банков как morgan stanley у них большие команды аналитиков они во-первых буквально подразделяются то есть там возможно есть какие-то группы ну или ответственное по прям по секторам кто-то смотрит там нефтегаз до специализируется кто-то на биотехах кто-то там вот давно агро секторе то есть у них реально возможности больше с точки зрения вот этой специализации они работают что называется там круглосуточно более того у них вычислительная мощность то есть конкурировать с этим невозможно плюс второй момент даже посмотрите на то какие скажем так у всех выходят ну ролики они как правило представляют собой такой короткий ревью то есть либо это что-то вроде скринеров то есть мы там посмотрели finviz там может быть simple wall street может быть там guru focus там там же где-то посмотрели там на гуру или на yahoo рекомендации аналитиков бац-бац сделали вывод а да кто-то на этом может быть немного спекулирует там называет это там прожарка исследованиям ну как бы это не хочу это осуждать вот кто-то действительно там смотрят годовые отчеты там тоже как-то вот так коротко но у нас как правило все-таки shot review поэтому то что я там буду сейчас показывать ну давайте честно понимать это не тот глубокий анализ который может быть у ребят из морган стэнли я уверен них классные подборки большие действительно обзоры но они их явно в рынок не выпускают они в рынок выпускают какую-то выжимку такую сублимированную да просто как рекомендацию в рынок да это вопрос они различаются ли рекомендации в рынок и рекомендации каким-то там до премиальным клиентам вот поэтому что нам остается попробовать посмотреть отрасль в меру своих способностей и все равно первый вопрос на так скажем просто даже логику за счет чего эта отрасль может расти масштабироваться ну возьмем пример авиа отрасль там те же самые american airlines delta airlines я действительно не понимаю на чем эта отрасль может дальше расти и то же самое в принципе с автомобильной отрасли я не понимаю на чем эта отрасль может расти в два в три раза в будущем но я не вижу на этом какой-то базы ну кроме какой-то спекулятивной до такой такого разгона именно цены там может быть какой-то даже инфляционной составляющей ну вот то есть фундаменте я не вижу здесь роста мы можем смотреть на цикл то есть например на fidelity то есть берем google там fidelity бизнес cycle pdf там 10-15 страниц они вот например они говорят что такой сектор как консюмер дискришнере он растет ну лучше себя показывает на эрли цикле вот мы сейчас вроде как живем в парадигме пытаемся жить что вот прошлый год была рецессия и тут сейчас вот мы в первом году выходим у нас эрли цикл якобы там не знаю новый сырьевой виток кто как угодно говорит на самом деле лично для меня это вопрос все таки это действительно ли эрли цикл или это низкая база вот потому что если принять тот вариант что все-таки будет довольно быстро уже в этом году разгоняться инфляция будут повышаться ставки то как бы ставки повышение ставок это не эрли цикл а потому что на эрли цикле нашего производства растет быстрыми хорошими таким темпом в п растет при этом все это на фоне дешевых кредитов вот поэтому я наверно больше склоняюсь что-то низкая база но как бы может быть это и эрли цикл чертова знает я поэтому все равно попробовал что-то поискать в консюмер дискришнере вот с точки зрения ну диверсифицировать у меня в портфеле этого было мало если инфляция как правило бытует мнение что акции могут служить защита этой инфляции вот безусловно если будут подниматься ставки тут тоже вот как бы нам очень интересно поднимаются ставки бизнесу по идее это плохо потому что кредиты дороже некоторые инвесторы понимают что бизнесу становится сложнее а ставки повышаются и будет вроде переток из акции в облиги мы это вроде недавно пытались видеть когда как бы облиги становились интереснее акции падали но с другой стороны если у нас инфляция именно растет облигации не являются их защитой потому что деньги которые исходно были вложены они дешевеют и соответственно если у нас идет инфляция то вообще длинные облиги они в принципе теряют потому что начинают выходить публиковаться облигации с большим купоном в принципе попробовал привести два етфа относительно длинные вот на десятилетки и на двадцатилетки вот относительно то есть недавно вот где-то 20 год и до и 21 продолжается определенное падение возможно это связано с этим ну с ожиданиями роста может быть а что еще мы можем просто отметить как факт то что все компании довольно таки взлетели то есть но я не говорю здесь обойти смотрите фри порт это медь показал 6x то есть 500 процентов роста к терпиллер 100 процентов лендер это строитель застройщик а он показал ну так 3 200 процентов все выросло открываем график даже форда которым не безумно не нравится у он вообще вырос там кратно просто просто невероятно поэтому что это не знаю я лично для себя понимаю что прямо сейчас там покупать что-то из этого такого яркого высокого дорогого я не хочу переходить в облиги тоже не хочу а вдруг все-таки в реально начнется инфляция то есть я думаю нужно быть соблюдать осторожность и скорее так это позиция холд если сиплый обновит новый максимум что-то продать вот зафиксируем доходность получим уже годовой кэш ничего страшного посидим в кэше вот потому что опять же если мы сделаем годовую доходность основной фактор который может помочь в мобильной индустрии это рост населения и особенно рост доходов населения население америки растет население германии не такими темпами и даже периодически немного падает но все равно растет а китай я молчу но вопрос а будет ли рост доходов какого-то серьезного анализа наверно найти будет сложно на рост доходов особенно если еще инфляция да будет если у нас разрыв богатых бедных то возможно инфляция сыграет и не в ту сторону то есть злую шутку и больше сыграет на consumer defensive да мы пойдем все-таки больше тратить в там питание и так далее там жкх медицину чем например товары длительного пользования поэтому давайте понимать что у нас есть риски отрасли это издержки то есть рост цен на сырье тарифы в ходе политики протекционизма когда могут повышаться пошлины чтобы поддержать своих в принципе снижение продаж на фоне того самого снижения все-таки доходов и на самом деле все что происходит с электромобилями кто-то рассматривает как что это определенный позитив для отрасли и на этом действительно можно как-то спекулятивно поиграть но это передел на самом деле рынка и старичкам приходится какие-то капексы увеличивать новые модели изобретать для того чтобы тот сегмент который они занимают его сохранить просто вместо одних моделей продавать другие и когда мы рассматриваем какой-то сектор мы должны для себя задать вопрос а какая у тебя например у меня идея в этом секторе я попытая попытался для себя сказать что но моя идея ferrari потому что ну это лакшери сегмент надо понимать что ferrari в этом поле не едины есть конкуренты компания производит или ну там очень немного машин до 10 тысяч в год я могу здесь уже запамятовать производит или продает но не изменяя того факта что 10 тысяч это не сравнимо там не там абсолютно стоит и даже с тесла уже не сравнимо вот поэтому действительно такой местечко местечковая компания вот в этом моя идея заключалась да еще я конечно пытался посмотреть там good year то есть все то что может быть каким-то вспомогательным да то есть если я не могу сделать ставку на какие-то компании производить и попробовать сделать на их окружение но там тоже довольно все таки подросло то есть металлурги подросли там good year подрос все выросло и попытался посмотреть какую статистику по индустрии но как правило очень много либо какая-то старая уже либо требует премиальную подписку какую-то платную я нашел только вот эту ассоциацию это европейская ассоциация это бесплатно и довольно быстро для меня было ну и пользы конечно от этого никакой то есть ну вот например этот график максимум коему мы можем вывод сделать что да действительно основные рынки для всех остаются Америка особенно Китай да хорошо растут с 2004 года вот но все нацелены на Китай Тесла тоже имеет ту сторону амбиций но я сомневаюсь что конечно компартия так про просто отдаст доступ иностранным компаниям а также вот нам говорится что смотрите в двадцатом было падение двадцать первая история будет рост тоже не очень полезно потому что мы знаем как все выросло вот что же делать кто-то может быть скажет давайте купим ETF можно купить ETF я к ним отношусь нормально вот особенно если это то в чем сложно разобраться там биотехи там IT но в автомобилях я думаю можно попытать там удачу и скиллы и попытаться разобраться я привел какой-то ETF это возможно не единственный и он мне вот например не очень нравится мне не нравится General Motors мне не нравится Tesla мне не нравится Ford Motor вот из тех компаний просто которые на экране довольно неплохие компании ну их правда надо тоже как бы смотреть ну вроде неплохая Toyota неплохо Volkswagen неплохо Porsche вот но я не смотрел да глубоко и раз я говорю о Ferrari то надо посмотреть его Ferrari в контексте отрасли опять же это много затрат поэтому проще сделать первую группу это так как раз поступают многие компании в своих годовых отчетах то есть я и некая пиргруппа и я сделал пиргруппу Ford, GM, BMW, Toyota, Tesla не самая лучшая пиргруппа потому что ну основные конкуренты у Ferrari конечно это что-то такое гоночное лакшери это Lamborghini и Porsche или Lamborghini я не знаю честно говоря как правильно произносить наверное если бы я владел такой тачкой я бы точно знал вообще Porsche довольно интересный особенно интересно что он принадлежит Volkswagen а у Volkswagen куча классных брендов Bugatti, Ducati Scania, Man, Audi, Bentley классные классные бренды итак пиргруппа выручка я очень сильно удивился выручке Toyota даже привел вот здесь ниже скрин из годового отчета попробовать чтобы может кто-то пересчитал я лично до сих пор не верю что Toyota настолько больша по выручке ну здесь надо посмотреть конечно где находится Ferrari видим что Ferrari конечно это вот такое ощущение какая-то такая частная семейная компания где там в глуши что-то делает там мнет виноград что называется вручную ногами как Челентано ну вот здесь конечно надо понимать что компания существует то что она имеет бренд на международное производство если конечно она когда-нибудь этому правилу изменит точнее двум правилам уйдет на серийность а-ля Ford то есть такой безумная массовая серийность или изменит бренду я думаю ее ждет закат капитализация к выручке или по сути PNS да его можно было посмотреть уже прямо сейчас там в Finvizy по текущим но интересно именно ретроспектива и здесь вот кстати в дальнейшем месте косяк я не посмотрел в ретроспективе PNI вот я первично пытался в годовых отчетах посмотреть именно количество акций потом понял что что-то не совсем точно сходится EPS и просто обратно то есть брал по каждой компании из годового отчета Net Income, EPS получал количество акций потом посмотрел по данным Market Watch на чем закрылся декабрь price и получал капитализацию ну а выручку брал из годового отчета и вот получил такую ретроспективу по всей по этим компаниям за вот три года да Ford выглядит дешевым выглядит давно дешевым но надо понимать что выручка в 19 форда упала в 20 тоже упала и очень сильно еще и убыток отчитали при этом вот я даже ниже Ford привел с точки зрения движения денежных средств то есть видим что компания берет новый займ погашает старые и причем каждый раз занимает что-то даже больше чем гасит поэтому нервично на Ford ставлю крест вообще не знаю зачем его покупать компания давно потеряла всю прошлое свою ну не знаю не то чтобы историю то есть ну первый исходно Генри Форд он сделал многие многое его подход к ну именно машинному производству многие потом перехватили и вот даже вот ФИАТ ну то есть ФИАТ владеет Феррари давайте дальше пойдем что еще видно что Тесла была дорогой относительно остальных сейчас вообще космос просто космос Феррари наша цель смотреть конечно Феррари видим что компания дорогая но интересно то что да она и была дорогой как выясняется то есть вот если сейчас посмотреть Финвиз там ПНС порядка 9 ну дорого дорого но если попробовать посчитать как это было ранее ну понимаем что она и раньше тоже была в принципе дорогой относительно конкурентов темпы выручки ну здесь сказать что-то сложно наверно видно что Тесла показывает все хорошо право двадцатый год для нее был успешный видим что Ford и General Motors уже два года как падают а остальные ребята то есть Toyota, BMW и Ferrari выглядят так как выглядит в принципе сектор девятнадцатый рост двадцатый падение вот дальше прибыль к выручке маржинальность здесь Ferrari молодцы но молодцы конечно потому что штучное производство лакшери сегмент могут себе позволить такую маржинальность ну и те кто топит за Теслу пожалуйста Тесла обогнала в двадцатом году Ford дальше показатели долга и я брал его к operation income а почему здесь смотрел ну вот конкретно это на графике не ебеду но мне больше нравится показатели как правило смотрю и то и то посмотрел вот сначала к инкому к operation видно ситуацию что BMW была в девятнадцатом ситуация хуже в двадцатом уже стало лучше по Ferrari зелененькое видим что в девятнадцатом году было да порядка вот 1.6 как я здесь написал в двадцатом стало хуже 3.3 почему ну конечно потому что кэш от операционной деятельности упал у нас и выручка упала долг вырос был заим через облигации на 640 миллионов поэтому показатель конечно подрос но подрос примерно в общую пиргруппу вот поэтому ничего страшного почему лучше брать долг на ебеду потому что компании как правило если в разных странах то у них там разного режима налогоблажения поэтому лучше брать чистый долг в отношении именно ебеды он будет более универсальным и честным когда в рамках разных стран то есть в принципе если это в рамках там одной страны не обязательно брать ебеду фин показатель ferrari здесь я старался взять как можно условно как можно больше годовых отчетов формировал себе в excel вот такую табличку на чем я здесь остановлюсь наверное ну остановлюсь во первых на движении денежных средств то есть видим что был займ в девятнадцатом был займ в двадцатых правда в девятнадцатом году было и погашение и даже погашение больше чем заняли вот при этом что мне в принципе нравится что компания в восемнадцатом и в двадцатом ничего не погашал ну я имею ввиду банды да значит чувствовать себя уверенно и эту уверенность они подтверждают показатели вот на депп на ебеду видим да с 2016 года показатель падает то есть ну становится лучше ну и в двадцатом да ожидаем подросток но давайте посмотрим долг а долг то растет в общих значениях абсолютно как же так ну здесь на самом деле ответ простой да если долг растет а здесь показатели падают то очевидно что ебеда росла гораздо быстрее чем рост долг что на мой взгляд классно ну здесь информация с годового отчета по ебеде и по нет депту можно соответственно проверить я проверил по двадцатом получилось один девятнадцать так что ребята не врут а давайте перейдем вот сюда да это их ближайшие так называемые платежи обязательства не очень удобное представление мне нравится когда компании прям именно год пишут а мы видим что вроде как в следующем году на этом отчет двадцатого и мы написано да меньше чем там один год то есть ожидаем что в двадцать первом и вроде как здесь ярд давайте попробуем смоделировать итак фри кэш у феррари 1.3 ярда предположим они получат кэш от операционной деятельности как в двадцатом ну я думаю что больше но предположим как в двадцатом 0.8 итого в распоряжении будет 2.1 инвестиционные расходы 0.7 700 миллионов дивиденды 200 миллионов 0.2 и вот ярд итого получается 1.9 да если написал 1.7 я забыл дивиденды добавить ну вдруг откажутся да ну даже если с дивидендами 1.9 к 2.1 покрывается полностью то есть получается компания может спокойно не брать никаких займов совсем рассчитается но будет фри кэш очень маленький 200 миллионов на конец года а может быть они возьмут какой то еще займ может быть на 300 миллионов ну чтобы вот не париться я как бы на самом деле нас это неважно потому что и в том и в том случае компания чувствует себя ну уверенно темпы выручки выручка растет в двадцатом году конечно упала но это темпы раз у нас график выше оси то значит то выручка в принципе растет что здесь еще давайте маржу посмотрим то есть то есть опять же ретроспектива то есть так или иначе маржинальность у компании в принципе выше ну заслуга не заслуга это не важно ну то есть не самое интересное я конечно посмотрел маржинальность но опять же сложно ее сравнивать там с фордом и с джем все таки ну они немного разным занимаются хоть это и автомобильная отрасль NetCash от операционной деятельности этот график я построил еще на момент когда только ну такое дело short review увидел вот эту некую цикличность это тоже стало триггером к покупке тогда вот тех акций FreeCash растет я не думаю что то есть не всегда FreeCash является индикатором роста компании но если компания реально растет то есть у нее растут там единицы например количество машин которые продают растет соответственно штат и соответственно фонд оплаты труда инвентарь то понимаем что и компании требуется больше обеспечения каждый год именно в FreeCash и это отражает рост компании но мы это в принципе видим что компания с 16-го года действительно выросла и по выручке FreeCash и соответственно по цене за акции тоже и мы видим здесь вроде линейный рост и самое интересное такой же линейный рост мы видим на Finviz и я почему-то решил посмотреть как будет относиться капитализация к этому FreeCash ну и да у нас получается такая ну якобы некая линейная зависимость вот ну если аппроксимировать то есть ну я попробовал еще представить примерно где моя здесь точка если я купил по 200 вот ну это где-то вот 22,7 ну график такой скорее просто для интереса потому что ну думаю вряд ли кто-то пытается смотреть капитализацию в отношении FreeCash вот ну R&D есть растет молодцы он обязан у них расти теперь бизнес какие риски выделяет компания сама в годовом отчете первое то что у них выручка зависит очень от малого серийного ряда то есть если они вдруг выпускают модель и она провальная то это очень сильно сказывается на выручке второе то что у них всего лишь две производственные площадки это Moderna и Maranello а он сейсмически активный ну и конечно еще два момента первый это бренд да то есть им очень важно поддерживать не просто узнаваемость бренда вот именно вот эту статусность и часть выручки зависит от продажи движков Maserati что с электромобильными вообще компания никогда вот в сторону не шла но вот с приходом Луи в 2018 они во первых в итоге в 2020 выпустили Stradle это гибрид то есть бензин плюс электромотор три электромотора то есть ну вот пытались пытаются будут ли дальше посмотрим дальше некоторые графики которые можно посмотреть будет ну собственно вконтакте количество машин по годам по регионам графики по секторам автомобилей но gt это гран туризма то есть так называемый комфортный спорт вот ну вот самое дешевое что я нашел на авто.ру естественно из гран туризма потому что спорт будет еще дороже это вот рома 20 миллионов вот так вот просто возьми и отдай и то что я даже отметил отдельно то что компания говорит что наши основные три элемента ну в составлении эмоций это звук ускорение и отклик машины и я думаю это действительно отвечает феррари я надеюсь они будут дальше это ну поддерживать этому соответствовать история компании ой попробуйте как-то побыстрее остановиться потому что перекликается история еще с фиатом основателем был энце феррари был гонщик альфа ромео в тридцать девятом значит сделал компанию в модене потом перевелся в маранелло у них была великолепная серия в лимане шесть раз подряд а потом начались проблемы собственно как раз есть классный фильм форд против феррари как раз вот там рассказывается что форд пытался предложить выкупить феррари там не согласились а ну и как мы видим по истории фиат выкупил я посмотрел фильм форд против феррари довольно ой довольно интересно было ну так с точки зрения просто провести вечер ну и заодно просто рассматривал феррари итак фиат владеет феррари потом сделали IPO часть акции выпустили на биржу 10 процентов у собственно сына энце феррари но если не знаю остановитесь почитаете то есть у энце был собственно как бы основной сын от жены один но вот он умер соответственно от мышечной дистрофии и пьер это вот его сын от любовницы вот давайте команда компенсации мы видим что сейчас CEO это джон элкон 76 года рождения 24 плюс 45 лет взрослый мальчик что называется кто это это внук джанни аньюнелли а джанни аньюнелли это внук джованни короче это такая семейная итальянская мафия уже теперь в законе был такой джованни аньюнелли он создал собственно фиат это вот те года это были такие вот коляски с движком и с колесами на спицах то есть там 3-6 лошадей все это росло безусловно там джованни даже был вроде на предприятии форт многое перенял короче там целый целый ряд историй я оставил даже ссылку очень интересная история аньелли вот семьи имею ввиду был вот у него сын эдоардо на которого он собственно видимо возлагал надежды то есть пока папа руководствовал фиатом эдоардо за ним был президентом ювентуса трагически погиб я уже плохо помню короче то ли винтом самолета то ли лодки ему голову отрубило тоже непонятно случайно или самоубийство что-то как то ну может быть я еще потом почитаю на досуге с кофе и джованни решил выбирать кого же там делать наследника выбрала джованни младшего который назвали джанни в сорок пятом году джованни умер соответственно по сути же надо понимать да какой то разрыв дед и внук головой стал вот витторио валетто все ушло как бы понимаю под правительственную опеку короче нытьем катанем худо-бедно в шестьдесят шестом году джанни возвращает контроль над холдингом вот как я понял по там ряду статей сильнейший лидер промышленный то есть под стать деду и как раз вот он в семьдесятом под себя подминает и альфа ромео и феррари и мазерати вот в шестом делает своим наследником в свою очередь внука джона элкона вот этого самого 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 но что нам стоит отметить джон элкон сделал ставку на менеджера то есть сео стал серджем маркионе это интересно почему джон элкон не возглавился на самом деле при маркионе это как раз шестнадцатого года все отмечают что отличное управление то есть жесткое и феррари действительно вырос в это время якобы джон он сосредоточился на слиянии всех активов в холдингх эксор то есть эксор это видите 29 фиат от ferrari cnh это индустриальный холдинг ювентус наверное такая итальянская мафия в законе и 2018 серджио или серхио или серджио или серджио маркионе он заболел в итоге даже умер и на его место пришел луи камиллери из филипп морриса а потому что филипп моррис давняя история они частые спонсоры ferrari на формуле хотя 40 лет там проработал и опять же вот после маркионе не джон возглавил опять же взяли луи луи начал переделать компанию ну то есть начинать менять ее в сторону электромобилей почему появилась вот эта стрэйдл или стрэдэйдл как не знаю правильно назвать то есть гибрид они анонсировали то что в 2022 выпустят кроссовер ну это был космос да и тем не менее несмотря на вот эти вот какие-то повороты компания продолжила рост но 2018 он подал в отставку по личным соображениям якобы на фоне того что заразился в декабре по-моему декабре двадцатого ковида ну черт его знает так ли это или нет так ну фоточка вот Джанни Аньелли да это вот как раз Джон Элкон текущий временный SEO это он же вот справа слева вот этот самый Серджио Маркиона ну а это у нас вот фотография Луика Миллери из Филипп Морриса и очень странно конечно то что сейчас и фиатом соответственно и феррари Джон Элкон сам не руководит по сути приглашает менеджеров кто его знает правильно или нет ну вот ссылочки по истории семьи и АЛУИ какие-то информации давайте перейдем к компенсации в компании есть действительно компенсации и фиксированные вот краткосрочные долгосрочные планы краткосрочные относятся к менеджерам в основном у них есть соответственно показатели индикаторы и компании личные и они таким образом могут получить вознаграждение там чуть ли не до трехсот процентов от своей базовой зарплаты при этом они в годовом отчете отмечается что директорам этот план недоступен потому что их скажем так роль это долгосрочный взгляд поэтому для них чуть другой план заключающийся в так называемых шеред юниц не совсем понял обыкновенные акции или виртуальные вот RSU это так называемые ограниченные получить в этом году но продать и получить все вознаграждения может только например через два года где для этого надо доработать еще а вот PSU это твоих показателей какие показатели 50 процентов на возврате до стекхолдерам о шерер холдерам вот 30 процентов с ебидой 20 так называемыми с инновациями для оценки TCR они используют перегруппу и здесь самое интересное смотрите не столько даже машины сколько лакшери сегмент у меня бросается в глаза гермес это как раз парфюмерия из лакшери сегмента ну и видно да какой мы ранг займем в этой пиргруппе столько там процентов именно вот по вот этой доле 50 процентной получим по ебиде они говорят то есть если плюс 10 процентов то 140 процентов если что-то там вроде пятилетнего плана то 100 если минус 5 то 80 ну не знаю мне кажется относительно приятно себя поставили вот но инновационный фактор на мой взгляд не очень как-то раскрыт в отчете говорят что это может быть может зависеть там от запусков продукции от каких-то фаз и так далее ну типа как примем в этом году дивидендная политика 30 процентов от нет профита якобы в дивиденды но подмечают однако все зависит зависит будет естественно от планов там кэш-баланс и так далее так далее фуф переходим теперь быстро что есть по новостям ну вот они озвучивали что как раз будет кроссовер это еще при луи я не знаю зачем честно говоря феррари кроссовер еще естественно как электромобиль конкурировать то есть с porsche с porsche то есть ну не знаю может быть это и стоило того но в итоге здесь две новости я привел что когда вот ушел серджио погиб умер все соответственно понимали что он много сделал для феррари дал хороший рост когда ушел камиллери тоже многие аналитики говорили что ну что как то все плохо собственно на этом всем как раз там феррари то и упал то есть мы видим этот падение финвизи это собственно на уходе камиллери сейчас соответственно занимает позицию джон ну здесь у меня раздел дальше технический анализ я тех анализом не владею то есть я смотрю там максимум уровень фибоначчи и rsi поэтому раздел пустой но надеюсь когда нибудь он будет заполняться то есть для меня вот эта статья это попытка сделать какой то первый шаблон который я буду использовать для других компаний и может быть его как то для себя улучшать давайте переходить в итоге к выводам какие плюсы семейный бизнес то есть для меня вот эти аниелли весь их там вот этот бизнес конгломерат холдинги напоминают татар то есть как бы я думаю что дойную корову они убивать не будут вот поэтому это плюс лакшери бренд то есть от всех этих вот перемен в отрасли лакшери сегмент я думаю будет страдать в меньшей степени вот и у компании все таки хороший показатель не факт что они будут такие в будущем но исторически хорошие вот недостатки да она на текущий момент дорогая да pns9 хотя я не считаю что это дорого в рамках самой компании то есть она исторически имела такие показатели да pnai сейчас 53 это космос надо правда посмотреть какой там форвардный стоит финвизи но да дорогая по сравнению например с той же тойотой с porsche ну с porsche porsche я смотрел совсем коротко годовой отчет интересно в принципе по показателям компания вот какие еще в принципе недостатки или риски есть конкуренты и сейчас наверное вот текущий момент ferrari не является чем-то там нон-стоп там только один мы все знаем что вот lamborghini и porsche достаточно сильные бренды вот и самый главный мой взгляд недостатка это самая не крайне неясная позиция руководства на мой взгляд джон элкон почему-то избегает позиции seo берет руководителей брал довольно сильных руководителей правда стоит отдать должное но почему-то луи очень резко проработав два года ушел и сейчас компания в неизвестности как бы мы понимаем с вами да после такого года как 2020 наступает 2021 все вокруг начинают какую-то гонку в электромобиле и компания остается вообще без seo и непонятно то ли они продолжат политику луи новый то ли пересмотрят пойдут они в электромобиле не пойдут как пойдут это большой крайний риск и ну в зависимости от новостей все может сыграть и плохую шутку вывод у меня один процент депо я думаю неплохо один процент с точки зрения к выбора компаний из автомобильной отрасли мне выбор нравится ну потому что во первых он один процент он не такой рисковый я купил по 200 довольно комфортно рассматриваю ли я докуп я думаю что компания сейчас к 200 или 190 обратно не сходит вот покупать по текущим ценам не хочу а значит скорее всего мы дождемся я дождусь когда определится ситуация села когда она определится компания явно в какую-то сторону гульнет возможно гульнет вверх и тогда ну опять же будет еще раз будет поздно закупать гульнет вниз надо будет посмотреть наверное какой у него опыт возможно докуплюсь опять же никто не исключает того что в принципе рынки начнут корректироваться все и хочешь не хочешь естественно там как бы не было хорошей позиции ferrari она сходит в какой-то мере за рынком тоже шанс возможен докупиться таким образом если в компании все будет достаточно стабильно то 2-3 процента портфеля я бы видел но если как бы в компании придет какой-то странный менеджмент и ну тогда не знаю что будет тогда может вообще закат компании а что porsche да такое довольно интересно посмотрите просто график цены какой смысл брать компанию сейчас даже если она там шикарно посмотрите сколько раз компания была по 40 евро то есть она была девушка вот здесь 1 2 3 4 4 раза за 10 лет компания падала к 40 евро ну наверное если бы у меня были акции этой компании я бы сейчас продал их для того чтобы дождаться 40 евро и купить вот поэтому компания интересна но не сейчас добавить себе на экран я добавил вот возможно буду посмотрю вот вот из того что наверное я вот заметил из упущений это конечно пнаи я не посмотрел по феррари пнаи именно исторически какой то есть пнаи сейчас какой там наконец 20 9 ну и так далее да может быть может быть исторически у феррари там пнаи 35 тогда в принципе все все ну не настолько она и дорогая с точки зрения своих же цифр все в целом на этом все всем спасибо всем пока пока